До октября в Санниково работал подрядчик рекоператора эко-комплекс компания коммунальное хозяйство. Теперь село обслуживает непосредственно эко-комплекс, которому пришлось приостановить контракт со своим перевозчиком сразу по пяти сельсоветам. Жители Санниково жаловались на переполненные контейнеры, но подрядчик не хотел менять график вывоза, ссылаясь на то, что мусор выбрасывают сверх норматива, а оплата недостаточная. Мы обратились к региональному оператору, провели совещание, промониторили ситуацию, приняли решение увеличить кратность вывоза, поменяли тару в местах, там где-то было необходимо. Региональный оператор непосредственно предоставил нам бункеры. Местные власти вместе с рекоператором продолжают работу по улучшению системы обращения стыкового. Рассказывают жителям о необходимости заключать договор на вывоз отходов, мониторить ситуацию с образованием крупногабаритного мусора. Это позволяет поддерживать порядок. Важно же не только постоянно приезжать, ну скажем там через три дня и вывозить этот вид от мусора. Необходимо понимать, какие контейнерные площадки нагружены больше, то есть где больше скапливается отходов и правильно выстраивать логистическое движение мусоровозов. Наш подрядчик данной работой заниматься не хотел, у него были выстроены свои графики, свои маршруты. Регоператор стал чаще вывозить мусор три раза в неделю вместо двух. Жители сел в пяти сельсоветах говорят об улучшении ситуации. Раньше у нас мусор вокруг бака, все, то есть забрали то, что в баке, а то, что рядом, так и валяется. И зачастую иногда приходилось даже, ну могу сказать, самим приходить и убирать. А сейчас этого нету, сейчас хочу сказать, что чисто. Но аналогичная проблема теперь повторяется и в других населенных пунктах Первомайского района. В селах Березовка и Божова, поселках Новый и Солнечный контейнеры переполняются, а рядом с ними уже образуются стихийные свалки. Об этом сообщается в письме от Краевого Минстроя, который регулирует обращения с твердыми коммунальными отходами. На этих территориях работает тот же подрядчик рекоператора, который не смог устранить проблемы, к примеру, в селе Санниково. Если не справиться и в этот раз, компания «Экокомплекс» будет вынуждена разорвать контракт и самостоятельно приступить к вывозу отходов. Андрей Дриллер, Николай Шелко. День с толком.